Здравствуйте! Приветствую вас на Кухне Совета! Сегодня хочу поделиться рецептом вот такого с виду простого, но очень вкусного домашнего печенья, к тому же легкого в приготовлении. Для него нам понадобится мягкое сливочное масло, желтки, сахарный песок, сливки или молоко и здесь у меня мука с разрыхлителем. Сначала добавляем сахарный песок к мягкому сливочному маслу и будем взбивать это на высоких оборотах миксера. Не торопитесь здесь, здесь важно эту массу взбить до посветления, пышности и увеличения в объеме. Именно от того, как хорошо вы взобьете масло с сахаром, будет зависеть качество вашего печенья, его нежность и рассыпчатость. Видите, вот масса у меня посветлела, стала больше в объеме и теперь я начинаю добавлять желтки. Желтки лучше добавлять постепенно, перемешивая после каждого, тогда масса у вас лучше соединяться и впоследствии не будет проблем с комочками. После того, как ввели все желтки, вводим сливки или молоко, смотря что у вас есть. Иногда я добавляю лимонный сок свежевыжатый, иногда апельсиновый. То есть вот этот момент, это фактически ароматизация вашего печенья. Мои домашние больше всего любят со сливками, поэтому я вам показываю вариант со сливками. После того, как объединились все ингредиенты, добавляем муку. Добавляем за один раз, не нужно ничего просеивать, даже не мучайтесь. Просто всыпаем ее и начинаем перемешивать уже на низких оборотах миксера. Можно сразу начинать перемешивать руками, но для меня гораздо удобнее делать это миксером постепенно. И так получается чище, аккуратнее и, мне кажется, намного удобнее. Сначала масса у вас начинает быть похожа на песочек, а потом она начнет постепенно конковаться и накручиваться на венчики миксера. И вот, в принципе, в этот момент можете уже миксер останавливать и домешивать все то, что миксер пропустил со дна или со стенок чаши руками. Месить это тесто долго не нужно. Оно прекрасно и так у вас испечется, поэтому никаких лишних движений не нужно. Очень прошу не добавлять муки больше, чем указано в рецепте, потому что иначе вы просто забьете тесто мукой. Вот, видите, начинают у меня накручиваться уже на венчики, и я прекращаю взбивать. Теперь уплотняем тесто руками. Я в перчатках, потому что оно еще немножечко липкое к рукам. Не обращайте на это внимания. После того, как вы уберете его в холодильник, оно перестанет липнуть к рукам, будет более эластичное, плотное. Поэтому просто объедините его в шар или в какой-то комочек и упакуйте в пленочку. Либо, когда у меня нет времени выпекать печенье, я беру и просто упаковываю его в пакет для заморозки. И убираю в морозилку до использования. Видите, какое оно нежное, приятное. Его просто даже в руках держать приятно. Убрать в холодильник тесто нужно минимум на час. Я обычно делаю его с вечера, а с утра уже выпекаю сами печеньки. Вот в таком виде оно совершенно не занимает место, удобно храниться. Поэтому я часто делаю большие замесы теста, и потом просто уже достаю из морозилки и выпекаю печенье. Кладем на противень тефлоновый коврик. И я не мучаюсь никакими формочками, просто отщепляю кусочки теста, формирую вот такие вот лепешечки и раскладываю уже на противень. Духовка у нас разогрета на 180 градусов, режим вверх-вниз. Печется печенье 10 минут. Когда раскладываете его на противень, учитывайте, что оно увеличится в объеме примерно в два раза. Поэтому не кладите близко, иначе оно просто слипнется. Я также после раскладывания и формирования печенья добавляю еще шоколад. Моя семья очень любит его с шоколадом. Шоколад я использую темный, потому что с молочным получается слишком сладко. С горьким, как говорит мой муж, невкусно. Поэтому оптимально сюда подходит, на наш взгляд, темный шоколад. С ним печенье приобретает изюминку, выглядит милее и притягательнее. И поэтому, кто любит сладости, добавляйте. Это действительно очень вкусно. После выпекания печеньки обязательно снимите его охлаждаться на решетку, потому что иначе донышко будет поджариваться от противня. Вот это у меня получилось с одного противня. Видите, как они увеличились в размере. И второй противень у меня еще в духовке. Готовьте, делитесь своими впечатлениями. Надеемся, вам очень понравится.